Первая международная творческая смена погружения в мир русской культуры и искусства открылась в Серпухове. Делегация из Китая уже приступила к занятиям по фортепиано, хореографии, игре на русских ложках и хоровому пению. Что привлекает иностранных гостей в нашей культуре, мы понаблюдали. Техникой владеет на отлично сосредоточены максимально, пальцы по клавишам скользят. 30-летняя Джан Линбо занимается на фортепиано с 6 лет, но вот понять все тонкости сложной классической музыки, которая родом из Европы, ее подтексты, девушка пока никак не может. Я хочу научиться мудрости игры, как тронуть душу слушателя. Помочь вникнуть, уловить нюансы задачи преподавателя. Конечно, несколько часовых занятий это мало, но Джан Линбо все уроки записывает, чтобы дома потом пересматривать. Участникам первой творческой смены повезло несказанно. С ними занимается именитый пианист, заслуженный артист России Александр Бисеров. Музыка идет из речи, а у китайцев интенсионный строй речи совершенно не схож с нашим. Понять европейскую музыку, в том числе русскую, русская музыка, классическая, это европейская музыка. Понять они, ну как они могут понять? Они могут только скопировать, вот как точь-в-точь они могут сыграть. А я вот и хочу им передать, ну мне неинтересно, понимаете, вот сказать, здесь вот надо вот так сыграть и вот скопируй, а здесь вот так сыграть и скопируй, и гуляй, девочка. Нет, я хочу передать все-таки смысл, почему здесь так. Особый интерес у гостей из Китая к русским народным инструментам. Ложки, которыми набивают ритм, они видели только на фотографиях. Сегодня на них уже играют сами. Это второе занятие. Оказывается, нужно не только стучать, но и уметь пританцовывать сидя. Я считаю, что это очень интересно. Занимаемся коллективно, все веселятся. Наша цель – привезти сюда своих детей, чтобы они научились играть на фортепиано. Мы можем увидеть русскую культуру, изучить ее. Первая международная творческая смена погружения в мир русской культуры и искусства организована в рамках давнего сотрудничества Серпухова и китайского города Тяньцзинь. Напомню, что в прошлом году прошел второй международный конкурс классического народного искусства «Солнечный павлин», в котором активное участие принимали китайские музыканты. Тогда они и проявили желание приехать в Россию снова. И не на конкурс, а чтобы поучиться хореографии, живопись, освоить русский язык. Группа набралась из 24 человек. Открытие прошло в стенах историко-художественного музея, где от лица главы муниципалитета гостей приветствовала заместитель главы администрации Ольга Сидоркина. Наши китайские друзья очень заинтересовались, поскольку народ и нация такая, которая любит учиться. Поэтому они с удовольствием одобрили программу, которая их ожидает. И, собственно, мы будем пионерами в организации подобной программы. Эта идея изначально была немножко безумная, но глава города Жариков Дмитрий Вячеславович Горячок поддержал эту идею. Большая благодарность администрации города Серпухова. Наши поколения, слушая русскую музыку, прочитая русскую литературу, слушая, посмотрев русское кино, растет наш поколение. А дальше, маленькие, они мало знают об этом. Раньше много делали, мы все вместе, здраво, все мира. Погружение в русскую культуру и искусство продлится в течение 11 дней. Для участников смены подготовлена насыщенная программа.